Учительница в школе спрашивает у Вовочки, какое число идёт после 2080. Ну Вовочка и отвечает, 2081. Учительница спрашивает, тогда почему ты в тесте написал 2080 Super? Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Это почти самая мощная видеокарта от Nvidia. Мощнее разве что 2080 Ti и супер дорогой Titan RTX. Давайте посмотрим, на что способна 2080 Super в майнинге. Кстати, с вами как всегда Фёдор и вы на канале Криптекса. Ко мне в руки попала такая вот толстенькая и длинненькая трёхвентиляторная видеокарта от Gigabyte. У неё два разъёма дополнительного питания. Один 8-пиновый и один 6-пиновый. Хорошая и красивая видеокарта. Но что там с майнингом? Абсолютно стоковые настройки. Просто вставил видеокарту в компьютер, установил драйвер и запустил Криптекс. Алгоритм Dagger Hashimoto. Монета Ethereum. 34,7 МХ в секунду. 175 Вт потребления. И 100 рублей в день доходность. Алгоритм Cucarus 29. Монета Green. 5,5 Х в секунду. 235 Вт энергопотребления. 120 рублей в день доходность. Алгоритм Beam Hash 3. Монета Beam. 29,5 Х в секунду. 235 Вт энергопотребления. И 139 рублей в день доходность. Алгоритм CowPow монета RavenCoin. 25,8 МХ в секунду. 250 Вт энергопотребления. 148 рублей в день доходность. Получается, что выгоднее всего на этой видеокарте майнить RavenCoin. RavenCoin отзывается в первую очередь на частоту видеоядра. Есть какой-то бонус от видеопамяти, но ядро в приоритете. Поэтому я оставляю 100% Power Limit, выставляю плюс 100 МГц по ядру и плюс 1500 МГц по памяти. Важное уточнение. Мне повезло с видеокартой и она без проблем берет плюс 1500 по памяти и прекрасно работает на таких настройках. Вам может повезти меньше. Разгон это всегда лотерея. Монета Ethereum 44,6 МХ в секунду, 195 Вт энергопотребления, 128 рублей в день доходность. Монета Green 6,6 хэшей в секунду, 250 Вт потребления, 144 рубля в день. Монета Beam 36,2 хэша в секунду, 250 Вт, 168 рублей в день. И наконец Raven Coin 31,3 МХ в секунду, 255 Вт потребления и 179 рублей в день доходность. По моим расчетам, актуальным на 17 августа, это самая выгодная комбинация для данной видеокарты. Я за электричество плачу 5,4 рубля за 1 кВт. Для меня это получается 33 рубля в день расходов и чистыми остаются 146 рублей. Но именно этими настройками я не пользуюсь. И дальше я объясню почему. Оставляю плюс 100 МГц по ядру, плюс 1500 по памяти и понижаю Power Limit до 75%. Эфириум все те же 44,6 МХ в секунду, 190 Вт потребления, 128 рублей в день. Green 6,3 хэша в секунду, 195 Вт, 138 рублей в день доходность. Beam 33,8 хэша в секунду, 190 Вт потребления, 156 рублей в день доходность. Raven Coin 28,1 МХ в секунду, 190 Вт, 161 рубль в день. На всех монетах кроме Эфириума на таких настройках получаются очень вкусные цифры. По-моему это оптимальный баланс между расходами на электричество и доходностью майнинга. Теперь давайте прикинем какое минимальное энергопотребление можно выжать для этой видеокарты на монете Эфириум. Для этого понижаю Power Limit до 50%. Все остальные настройки, как плюс 100 по ядру и плюс 1500 по памяти остаются. Эфириум все те же 44,6 МХ в секунду, 125 Вт энергопотребления и 128 рублей доходность в день. Green 4,5 хэша в секунду, 125 Вт, 100 рублей в день. Beam 23,6 хэша в секунду, 125 Вт, 106 рублей в день. Raven Coin 15,6 МХ в секунду, 125 Вт, 90 рублей в день. Лично я использую видеокарту как раз на таких настройках и как раз для майнинга Эфириума. Дело в том, что она стоит в моем основном компьютере и на данный момент мне выгоднее получать на 30-40 рублей в день меньше, чем отводить лишние 125 Вт тепла. Все-таки лето, жарко. Но с другой стороны, меня не покидает ощущение, что меня где-то очень жестко обманули. Потому что я получаю чуть больше 40 МХ за 125 Вт, а видеокарты на минуточку стоят больше 55 тысяч рублей. Точно такой же хэшрейт можно получить на Radeon RX 5600 XT за 25-30 тысяч рублей. Или на комбинации из 1660 Ti плюс P10690. Еще дешевле. То есть сейчас мне не очень нравится идея собирать прям полноценную ферму с кучей 2080 Super, но заиметь такую видеокарту в свой основной компьютер и периодически на ней майнить, это очень даже круто. Вообще, как мы с вами видим, на всех монетах на 50% Power Limit, ну кроме Эфириума, очень сильно упал хэшрейт. И особенно от этого страдает RavenCoin. Именно его я решил дополнительно протестировать на 65% Power Limit. Получается 26 МХ в секунду, 165 Вт потребления, 150 рублей в день доходность. И вот это уже очень даже неплохое значение, на которое можно ориентироваться и при котором можно выгодно майнить. Вот и все. Ставь палец вверх, если видео было интересным и полезным. Пиши свое мнение в комментариях, а также скачивай Cryptex по ссылочке в описании. Потому что Cryptex делает майнинг простым и удобным, а если ты еще не майнишь, то ты многое теряешь. Подписывайся на канал и жду тебя в нашем уютном телеграм-чате. Ссылочка в описании.